Много жизней и имён сокрыто в капле чёрной. К ней шли годами на поклон маститы и учёные. За камень, за седой Урал мечты их устремлялись. В Сибири Западной в глуши надежды оправдались. Это стихотворение Тамара Сумкина сочинила сама. Сегодня женщина с особой теплотой вспоминает о прожитых годах в Западной Сибири вместе со своими коллегами по цеху. Их мало, но они помнят всё, каким был Лангипас 30 лет назад и в каких непростых условиях приходилось заниматься освоением нефтяных месторождений. Посмотрите, вот спецодежда, вот люди работали так. И уже в наше время, когда образовалась нефтяная компания «Лукон», и уже вот какая спецодежда у них стала. Допустим, спецодежда уже стала комфортная, тёплая, красивая. Сапура Шерметова вспоминает, как впервые приехала в только строившийся город, будто это было вчера. Муж не получил телеграмму о её приезде. Встретить было некому. Холодная ночь, ничего вокруг не видно. Незнакомые рабочие помогли женщине добраться до вертолётной площадки. На утро отправили к мужу. Это был первый и самый незабываемый полёт. И вот посадили меня в этот вертолёт. Шум, ничего не слышно. Сижу, сердце вот так вот колыхается. А посмотришь внизу. Такая красивая тайга. Ну, я была со Сараканских степей, поэтому для меня это был непривычный пейзаж. Подобные истории ученик восьмого класса Алексей Тихонов слышит часто. Его бабушка и дедушка тоже первопроходцы. В свои 14 парень уже определился с выбором профессии. Он хочет продолжить семейную династию нефтяников. Историю освоения нефти знают неплохо. Но на встречу с первопроходцами всё равно шёл с большим удовольствием. Говорит, у них всегда есть чему научиться. Сегодняшняя беседа была очень познавательная. Много что запомнилось, особенно стихи, которые рассказывали. И было приятно узнать о том, что город, в котором я живу, имеет такие истоки. Было приятно познакомиться со всеми первопроходцами, узнать их, увидеть, пообщаться с ними. Им всегда есть что рассказать подрастающему поколению о том, как всё начиналось. Любовь Шитова, Денис Михайлов. Специально для новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...